Югра на своем льду разгромила команду Рязань ВДВ. Этим матчем началась очередная домашняя серия игр. Югорчане уверенно начали игру и уже в 12-й минуте вели со счетом 2-0. Во втором игровом отрезке команда Эдуарда Занковца продолжила наседать на ворота соперника и к концу второй 20-ти минутки забросила еще три шайбы. В третьем периоде югорчане добили десантников шестой шайбой, но гости все-таки смогли размочить счет. Итог противостояния 6-1. Этой победой югорчане поздравили Эдуарда Занковца с днем рождения, а также вернулись на первое место в турнирной таблице. Да не знаю, наверное, здорово мы выполняли тренерскую установку и хорошо начали матч. Здорово реализовали большинство, наверное, не давали, наверное, как-то... Ну, немножко, наверное, чуть дали поиграть, наверное, большинстве им немножко выринялась игра. Ну и вовремя мы, конечно, забили свои голы и, слава богу, довели матч спокойно, без всяких казусов. Порадовали разгромные победой и мамонты Югры. Молодежка также играла дома, а соперником была команда Красноярские Рыси. К слову, дебютант молодежной хоккейной лиги. Подопечная Олега Таубера встретили новичка негостеприимно. В первом периоде югорчане провели две результативные атаки, а во втором и третьем еще по три. Когда на табло горели ужасные для гостей цифры 8-0, Красноярские Рыси смогли уйти от сухого поражения. Реализовав булит, гости размочили счет 8-1. В составе мамонтов Югры хоть триком отметился Артур Фаизов. Это был дебютный матч в МХЛ для нападающего нашей команды.